Доброе утро, уважаемые трейдеры! Рад приветствовать вас на третьей торговой сессии этой недели. Сегодня мы поговорим о грядущем референдуме в Великобритании, который стартует уже завтра. Непредсказуемость исхода поддерживает высокую волатильность практически по всем мажорным инструментам на этой неделе, отчего торговые решения требуют все больше осторожности. Помимо этого, затронем российский рынок, в частности, динамику пары доллар-рубль, поговорим о нефти марки Brent, а также обсудим события по главным валютным инструментам за прошедшую сессию и постараемся определить направление их движения на сегодняшних торгах. Российский рубль к концу торгового вторника сумел укрепиться против американской валюты, хотя практически в течение всей сессии демонстрировал отрицательную динамику. Поводом для обновления минимума этой недели до отметки 64.41 стала коррекция нефтяного актива, подешевшего на 79 центов с момента закрытия торгов по рублю во вторник. Помимо этого, рынок остается низколиквидным, спекулянты толкают пару как в одну, так и в другую сторону. Пик налогового периода наступит 27 июня в понедельник, когда состоятся выплаты по НДС и НДПИ. При всем при этом к концу торгов вторника осторожные комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен по монетарной политике, а также разворот нефтяных цен стали причиной укрепления рубля до 64.03 к концу сессии. Учитывая то, что нефть подорожала после закрытия торгов по рублю вчера на 60 центов, стоит ожидать гэпа вниз по паре доллар-рубль на сегодняшнем открытии. Таким образом, мы ожидаем от российской валюты укрепления до отметки 63.50 и ниже на сегодняшних торгах. Что касается нефтяного актива, который является ключевым драйвером рубля, то во вторник был зафиксирован рост по итогам сессии на 41 цент до 50 долларов и 90 центов за баррель. Стартовав с отметки 50.49, ючерсы Brent дешевели в первой половине вторника, несмотря на снижение рисков Brexit. Учитывая устоявшиеся цены с конца апреля выше себестоимости сланцевой добычи, возросли риски наращивания объемов американскими производителями, так как отчет от Беккер-Хаджес сигнализирует о росте количества активных брововых установок уже третью неделю подряд. Тем не менее, поддержку ценам оказывают сообщения о снижении добычи в Индии в мае, сокращении экспорта в Саудовской Аравии до 6-месячных минимумов из-за роста внутреннего спроса и из-за сбоев в поставках на НПЗ в Германии. К концу торгов вторника стоимость барреля Brent выросла с сессионного минимума 49.46 на 2,91%, во многом благодаря публикации данных от API. Согласно отчету Американского института, за прошедшую неделю запасы нефти в США снизились на 5 миллионов и 224 тысячи баррелей, что вызвало резкий скачок цены, закрытие и итоговую отметку в 50 долларов и 90 центов за баррель. Сегодня же мы ждем официальных данных от Министерства энергетики США, которые будут опубликованы в 17.30 по московскому времени, и, согласно прогнозу, ожидается сокращение запасов на 1 миллион и 900 тысяч баррелей. Американская валюта значительно укрепилась против евро на прошедших торгах после публикации очередного соцопроса, на этот раз от агентства Surveysion, ослабившего позиции рисковых активов. По сравнению с предыдущим опросом, перевес голосов за сохранение Великобритании в ЕС над голосами за Brexit сократился с 3% до 1%. Помимо этого, доллар дорожал против евро в ожидании выступления главы ФРС Джанет Йеллен с комментариями по монетарной политике и возможными ориентировочными сроками повышения процентных ставок в США. Господа Джанет Йеллен была осторожна с вопросом повышения, выразив обеспокоенность в связи с событиями в Великобритании, слабым ростом занятости, замедлением темпов роста американской экономики и производства США. Таким образом, по мере улучшения данных показателей и ускорения инфляции, а также сохранения в Великобритании членства ЕС, значительно вырастут шансы на повышение ключевой ставки на сентябрьском заседании Федрезерва. Пара евро-доллар дешевее с максимумом вчерашней сессии 1.1348 достигла минимума 1.1240, ненадолго скорректировавшись выше во время выступления госпожи Йеллен, после чего вернулась к минимальной отметке в конце торгов вторника. Также вчера выступал на пресс-конференции Марио Драги, глава Европейского Центробанка. Он отметил, что несмотря на возобновление экономического роста в еврозоне, уровень инфляции по-прежнему не дотягивает до целевых значений. Поэтому ЕЦБ готов к стимулированию экономики, если это потребуется. Также Драги сообщил, что европейский ЕЦБ подготовился к различным вариантам исхода британского референдума, в том числе готов реагировать на негативные изменения ценовой стабильности, задействовав имеющиеся инструменты. На сегодня по паре евро-доллар мы не исключаем коррекции вверх выше 13 фигуры. Японская иена растеряла стимул к росту во вторник, подешевев против доллара на 83 пункта. В предыдущей сессии нисходящее ралли пары было связано с повышением спроса на безопасную японскую валюту, так как риски Brexit в тот момент были высоки. Однако изменения данной ситуации и выступления министра финансов Японии на вчерашней пресс-конференции спровоцировали падение японской валюты. Министр финансов Таро Асо заявил, что правительство не намерено проводить интервенции на валютном рынке с целью снижения курса иены и идти против предыдущих истребинных высказываний властей. Данное решение поддержал МВФ, выступивший против прямых интервенций японского правительства. Рост пары продолжался практически в течение всей сессии, однако закрепиться выше ключевой отметки в 105 йен за доллар по итогам дня быкам так и не удалось. Об этом свидетельствует последующая коррекция пары вниз, наблюдаемая на сегодняшних торгах. Пара продолжает торговаться выше 104 фигуры, вблизи отметки 104.49, а точки входа, как и прежде, расположены в районе уровня поддержки, а именно покупка на отскоке с уровня 103.50 и продажа от коррекции от сопротивления с уровня 105.10. На прошедших торгах пара фунт-доллара осталась высоковолатильной, несмотря на сужение торгового диапазона до 168 пунктов. По итогам сессии фунт потерял 35 пунктов, однако в первой половине торговых демонстрировал восходящее движение. Подобные изменения в динамике британской валюты связаны с ожиданиями завтрашнего референдума, а также из-за публикации опросов населения от различных агентств. Укрепление фунта сохранялось после того, как опрос от NatSend и от ОРБ показал рост желающих остаться в составе ЕС на 6% и на 7%, соответственно, несмотря на статистику ЮГОВ, согласно которой на 2% увеличилось количество желающих проголосовать за Brexit, в дальнейшем данные агентства Survation о сокращении дифференциала между голосующими за и против с 3% до 1% усилили давление на пару, таким образом во вторник быки протестировали сопротивление 1.4750, однако закрепиться выше им не удалось, что в свою очередь спровоцировало нисходящую коррекцию, в рамках которой сработал наш сигнал на продажу с уровня 1.4740. В настоящий момент плавающая прибыль по сделке составляет около 50 пунктов, сегодня не исключаем продолжение двусторонней динамики и высокой волатильности в течение всей сессии, ждем повторного тестирования сопротивления 1.4750, в связи с чем зафиксируем прибыль по нашей короткой позиции. Новостной фон сегодня не богат на значимые события, ключевым станет второе выступление Джанет Йеллен перед Сенатом в 17 часов по Москве, в это же время выйдет статистика по вторичному рынку жилья в США, помимо этого в 15.30 будут опубликованы данные по розничным продажам в Канаде, а в 17.30 выйдет официальный отчет от Министерства энергетики США по изменению запасов нефти на прошлой неделе. Ну а на сегодня это все. Благодарю всех за внимание, желаю вам удачной сессии и до завтра!